Прежде чем говорить о налогообложении, в отделе информационно-разъяснительной работы инспекции по Московскому району нам рассказали, что такое токен, блокчейн, биткоин и майнинг. Токен – цифровой знак, используемый в международном обороте в качестве универсального средства обмена. Под этим термином понимается запись в реестре блока в транзакции, блокчейне или иной распределенной информационной системе. Эта запись удостоверяет наличие у владельца токена прав на объекты гражданских прав, она же является криптовалютой. То есть любой токен может стать криптовалютой. Теперь вопрос. Его часто задают налоговым инспекторам. Имели ли я право как физлицо владеть токенами, совершать майнинги, хранить в виртуальных кошельках, дарить кому-то, завещать или обменивать на другие токены? Ну, декретом президента номер 8 регулируется порядок обращения цифровых знаков, токенов, к которым относятся криптовалюты, а также предусматриваются налоговые льготы в отношении операций с ними. В частности, физлица имеют право владеть цифровыми знаками, токенами, совершать следующие операции. То есть это майнинг, хранение цифровых знаков в виртуальных кошельках, обмен цифровых токенов на иные цифровые токены, приобретение, отчуждение за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги. А также дарить и завещать данные цифровые знаки, токены своим близким. И все-таки эта тема новая. Разберемся на примере. Есть некий гражданин Семкин, у которого имеется 100 единиц криптовалюты. Предприимчивый Брещанин обменял их через биржу за пределами страны на реальные деньги и перевел их на карту Белорусского банка. Сумма составила 200 тысяч рублей при зарплате в тысячу. Гражданин Семкин вкладывает деньги в покупку квартиры. Его при таком раскладе могут вызвать в налоговую, ведь доходы реально превышают расходы. Итак, вопрос. Облагается ли по доходным налогам доход в валюте, полученный путем обмена криптовалюты? И есть ли какие-то ограничения на количество таких сделок или ограничения на суммы? Декретом президента установлено, что до 1 января 2023 года не признаются объектами налогообложения по доходным налогам доходы физических лиц от деятельности по майнингу, приобретению, отчуждению цифровых знаков токенов за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги и обмена на иные цифровые знаки токены. При этом пункт 3 декрета президента распространяет свое правоотношение на отношения, возникшие до вступления декрета в силу. С марта 2018 года доходы физлиц от деятельности по майнингу, приобретению, в том числе порядке дарения, отчуждению цифровых знаков токенов за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги и обмена на иные цифровые знаки токены не признаются объектом налогообложения по доходным налогам. Каких-либо разрешений, ограничений по количеству сделок и сумм не предусмотрено законодательством Республики Беларусь. Подытожим. Физлица полностью освобождены от налогообложения токенов и криптовалют. Они не уплачивают подоходный налог от деятельности по майнингу, отчуждению токенов за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги или во время обмена на иные токены. Если эти виды деятельности физические лица осуществляют самостоятельно, без привлечения других специалистов по трудовым и иным договорам, это не считается предпринимательской деятельностью. Регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не нужно.